Отвар чеснока на молоке. Используем чеснок, остатки головки у меня, нож, чеснокодавилка, ложка, молоко, чуть больше половины стакана молока, ёмкость, в которой будет производиться отвар. Наливаем в ёмкость молоко и предварительно разогреваем. Наливаем буквально несколько столовых ложек, так, чтобы вот половина стали подогреваться. Предлагаемый способ употребления чеснока хорош тем, что молоко нейтрализует сильный запах чеснока. Тем временем чеснок отделяем. Ну вот, побольше возьмём головку. В принципе, можно по ощущениям потом подбирать размер головки. Размер зубчика чеснока. Очищаем. Данный рецепт, отвар чеснока в молоке, одна из его особенностей в том, что он хорошо подавляет запах чеснока. Если съесть сыром в виде чеснок, то потом запах. Этот приём довольно эффективно подавляет запах чеснока. Разделываем, размельчаем зубчик чеснока. Можно обычным ножом порезать мелко-мелко-мелко, для того, чтобы отварилось. Можно чеснокодавилкой. У кого какой опыт. У меня быстрее получается чеснокодавилкой. У вас может получиться быстрее ножом. Измельчаем. По мнению экспертов, роль чеснока в лечении простатита доказана. Его свойства позволяют снять воспаление, улучшить кровообращение. И если в органе нет нерастворимых отложений, камушки, то отвар чеснока в молоке – это простое и хорошее средство для устранения неприятных ощущений и патологии в этой области. Если ситуация запущена, то для выяснения полной картины о состоянии органов лучше обратиться к специалистам. Получилась измельчённая масса объёмом примерно чайная ложка. Эту массу добавляем в молоко, которое уже почти нагревалось до кипения. и продолжаем кипятить. Доводим молоко до кипения. Лучше всего отвар чеснока в молоке начинать пить до того, как появятся проблемы. Курсы по 2-3 недели с интервалом в месяц или полтора, то есть 5-6 раз в году. И если вы ещё не испытываете проблем, а решили укропить мужскую силу и позаботиться о том, чтобы не было проблем со здоровьем в этой области, то проводимые в конце ролика дополнения к этому домашнему средству, позволят вам в короткие сроки значительно увеличить силу либидо и избавиться от ощущения постепенной утраты мужской силы. В конце видео приведены дополнительные рекомендации. Молоко закипело. Убавляем огонь и кипятим примерно 1 минуту. Как домашнее средство, отвар чеснока в молоке применяют для лечения импотенции, повышения иммунитета и предотвращения воспитательных процессов, очищения и нормализации работы печени, снижения уровня холестерина, снятия состояния тревожности, устранения бессонницы, смягчения болевых ощущений при артрите. А сера, содержащаяся в составе чеснока, способствует общей детоксикации организма. Противопоказания к применению этого домашнего средства различные заболевания почек, сахарный диабет, панкреатит, аритмия, желчнокаменные заболевания, различные заболевания желудочно-кишечного тракта, плохая свертанность крови. Напиток противопоказан употреблять людям, у которых наблюдается непереносимость лаптозы, и к кормящим матерям. Есть противопоказания к употреблению при совмещении с некоторыми лекарственными препаратами. Ну вот, примерно минута прошла, выключаем огонь. Отвар на молоке, чеснока на молоке, проведён. Обычный способ процеживаем молоко. Процеживаем молоко. И отвар чеснока на молоке готов. Попотреблять? В первое время попробовать на себе, как организм переносит, по полстакана, утром и вечером. Дальше, возможно, употреблять целиком, сразу всюду уже, утром или вечером. Это обычная отварь чеснока. Как я, ввиду, говорил ранее, вы можете добавить некоторые ингредиенты в этот отвар. Чёрный перец острый, красный перец острый и сахар. Добавляем одну ложку сахара. Шепотку острого красного перца. Так, закрасил, чтобы по ощущениям я добавляю уже чуть побольше. и щепотку чёрного перца. Также можно употреблять в первое время по полстакана. Количество перца нужно будет регулировать. Если вы не привыкли к перцу, сначала поменьше, потом побольше. этот напиток расширяет свойства. Если у вас нет проблем, то я об этом говорил в начале видео, этот напиток хорошо восстанавливает мужскую силу. Отличного вам здоровья желаю и ощущения силы во всех частях тела. Предупредить проблему гораздо проще и дешевле, чем потом пытаться образно говоря починить то, что поломалось. Буду вам признателен за комментарии к этому видео. Подписывайтесь на канал. Будет еще много видео, которые помогут вам сохранить и укрепить ваше здоровье. Поехали. 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 Редактор субтитров Корректор А.